так юнадьи саламу алейкум как дела сибай добро пожаловать сразу виду свои свои люди так и знаете где там и так мы у нас гараже который мы строим вот построили в прошлом году для специально что поставить комбайны ну и спецтехнику здесь поставить этот бокс специально для именно для комбайна до сих пор техники в основном комбайны стоят под солнцем чтобы они под солнцем не стояли здесь будут они как бы возиливаться здесь и там сзади еще одно здание построили вот настоящий фермер у которого душа реально болит который не оставляет технику на улице в зиму в морозы загоняет в ангар молодец подрастающее поколение едет это наш младший братишка аслан номер вещь у него специально под его имя подобран номер так вот это да вот это что за такой микс американец их три или четыре штуки в казахстане всего один у нас на хозяйстве один где-то на юге и где-то на западе казахстана говорят тоже пару штук где-то есть как давно купили и где купили а это лет 20 назад мы его взяли еще одну ему 20 лет здесь уже но он хозяйстве нас 20 лет сушеного за состояние как будто я не знаю как будто вот взяли его буквально год-два но серебра и он хранится постоянно под под навесами и в гаражах короче в общем как то так это полностью заводская комплектация то есть это колеса и в прошлом году мы поменяли на нее мотор поставили дафовский мотор 510 лошадиных сил мы его не смогли завести короче в общем приняли решение поменять мотор но коробка у него своя осталось так что здесь еще что-то я смотрю вот задние колеса больше чем перед на ранее я не так же по заводскому да это это сиди чем я не знаю но это заводская комплектация потому что нагрузка сзади все-таки больше бочка там же да поэтому бочка по моему 12 тысяч литров по моему ты чё знаешь вот чисто визуально я смотрю по моему а точно он помимо опрыскивания по моему и гранулу может разбрасывать нет 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 у него гранул нету если бы у нее только это джидко видео ремонт лучше мощный такой тут рама и у моего смотри как рамка как на вагоне до слушай а сколько ширина захвата сколько ширина захвата 6 метров а пойдем загляни внутри вся установка у него стоит она там правда уже от времени уже все потёрлась там ничего себе тут блин скрепите деньги да нормально все себе тут все оборудование то есть это в заводской комплектации надо опрыскивать а почему именно его взяли я не знаю серебра этом прорекламировали его как-то и как он себя показывает показывает на себя идеально выработка выработка где-то на час он 100 гектар где-то 100 120 гектар он на поле ходит 20-25 километров в час то есть у него подвеска сколько сколько ты ширина запада 36 метров помощи 36 или 38 ну и наши вот повели козрос салам алейкум можешь пользуясь моментом перед этим привет дула то привет к взрослому особенно нашему сервиснику дмитрию такс ну ты в каком прошлом году да по-моему за в прошлом году вот это взяли эти двухлетки вот эти вот и вот этому пять лет уже вектору как себе показали показали показывает показывает очень хорошо очень-то единственно вот немножко он всем у меня заморочки есть чуть-чуть словом которые вот это дал кого последний который сделано так здесь кромбалку мы планируем здесь поставить кромбалку и здесь ремонтный цех у меня как-то будет вроде ремонтного по этим давай ну-ка по площадям в этом году что планируешь площадь в этом году тысяча девятьсот тридцать три гектара планируем из них 480 гектар твердой пшеницы будет сорта русикана остальные твердую первый первый год сеешь нет 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 твердую твердую прошлом году сели позапрошлом сели почему-то твердые сорта сеешь почему пары на парах урожайность хорошее показывает урожайность дает хорошее и так ты не договорил твердая пшеница мягкая пшеница твердая так из 1933 из них 480 твердая пшеница будут 310 дичменя и остальное мягкое сорта будут там омская 28 урала-сибирская будет любого 5 будет любовь 25 будет и сорта и лень будет пшеница масличные бабу нет нет пока он пока не дорос чисто зерновые только пшеница твердыми это наш младший братишка аслан подрастающий фермер ну судя по говоритам не скажу что младше девятнадцать половиной лет разница у нас так себя пойдем вот дальше вот тоже ты все строишь на мусор внимание обращать нормально я вот так закрою это построили просто металлокарк металлокаркас и просто его проблеском обшили там ничего это та же техника стоит что под солнцем не стояла вот здесь вот с этой стороны вдоль вот этого забора там будет навес 6 метров высотой 10 метров сюда мы будем ставить там навес и чтобы можно было туда сеялки под закатывать чтобы семипроводы шланги не шланги вот это все не пересыхал на солнце в общем планируем немножко благоустройство надо сделать конечно ну тем не менее территория будет под 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 технику ся это здание техосмотра у нас ну здесь немножко переделаю чуть раньше без ну в общем не ошибки не обшитая была и решили его зашить обшить под все сине-белые почему именно сине-белые палитра это нравится так в этом году по пассивной компании когда планируешь выходить 14 планируем заходить на поле подготовиться настроить высев глубину навестор азия салам алейкум тоже должен приехать настроить мне полную систему и пятнадцатого ложится полный вперед как в этом году по влагозарядке хоть продавай ну я смотрел щупом метр двадцать метр тридцать местами и там вместе с ручкой уходит самое главное кепка кизитагра наклейка пойдемте кизитагра есть так что в этом году дай аллах чтобы хороший урожай был побольше дождей ну и всего хорошего рахметра все давая души салам алейкум